За вашу память, за вашу любовь, за ваши молитвы, которые сегодня мы вознесли все вместе по, пусть напоминаю, архиепископа Михея, который для многих стал духовным отцом, для какого-то наставника, для какого-то родителям духовную жизнь христианскую, для какого-то добрым архипасторем. Слово хвостов для всех он старался быть всем, и утешителем, и обозрителем, и иногда, правда, очень редко, но бывало, что и строгим обличителем, когда это действительно требовалось для освобождения души и пользы Святой Матери Церкви. Сегодня мы отмечаем духовно молитвенно день рождения Владыки. Все мы знаем, что у человека есть несколько дней рождения – это от небытия в бытие, рождение, рождение временную от чрева Матери, рождение от временной жизни, жизни вечной, и на страшном суде уже, когда человек ходит в вечные обители, которыми Господь приготовил осложение мира. Но бывает так, что еще есть несколько рождений духовных – это монашеский постук. Вот Владыка умер для мира и родился для жизни церковной, для жизни духовной, для жизни святой, от рук своего авы, наставника, архимандрита Гурия Гурова, следственного митрополита. У обоих была жизнь очень непростая, исполнена скорбей, лишений, трудов. Как мы вчера говорили, эти труды и скорби не подобряли их дух, не угнетали их сердце, а укрепляли их в вере, в благочестие, в правде, в любви, и они всегда были бодры. И когда батюшки встречались, одного, например, настоятель постоянно притесняет, пишет каждый день кляузы, кляузы, доносы, значит, уполномоченно по делам религии, у другой имеют другие скорби. Но встречаясь, они не жалуются друг другу, как им тяжело, как им плохо, какие болячки, скорби. Они находят повод радоваться, и друг друга утешать, и друг друга поддерживать. И порой удивишься, вот смотришь со стороны, вот этот священник был лишен права регистрации, не мог совершать никакую общественную молитву, ни молебен, ни панихиду, ни крещение, ни венчание, ни самолитургию, потому что советская власть запретила. Другой был изнан из монастыря, но встречаются они, и у них что? Не слезы, а радость. Радость. И мы у них, конечно, должны учиться этой радости, которая свидетельствует о превратенном многоценном бисере Христе, потому что где Христос, там не может быть скорбь, там не может быть уныние. Это жизнь и радость, радость вечную. И в 1921 году, когда родился Александр Хархаров в большой семье, наверное, Бог уже уготовил ему путь архиерейского служения. И его отец, все благочестивый верующий, молил Христа о том, чтобы в его семье был архиерей. Но надеялся он, что архипастрием станет сын старший. Но Господь благословил, как мы знаем, и в библейской истории часто бывает, не от первенца принял Господь, а от младшего. И вот на протяжении долгой жизни будущий архиепископ Михей от многих слышал о своем, как бы сказать, предназначении архипастерского служения. И от своего духовного наставника, и от патриарха Алексея, и от многих архиереев. То есть он был, как бы, с детства запечатлен этой печатью благодати Духа Святаго, в которой просвещенные люди читали тот крест, который готовил Промсил Божий, крест архиерейского служения. Но воспринял он этот крест только в самом конце своей жизни, никогда уже и не надеялся, и не ждал его получить, а думал только уже, как ему закончить свои дни на небольшом приходе в селете Лищева. Ну вот Господь не только его призвал, но и прославил. Как говорит апостол Павел, а кого призвал, тех оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Вот. Потому что Владыка Михей выполнил волю Божию о себе. И он помогал всем, кто к нему приходил, кто находился под его свидетельским омофором, также исполнять о себе волю Божию, что есть спасение нашей души. Вот физически его с нами нет, но духовно мы понимаем, что это свое дело, архипастерское, он продолжает совершать, молится о нас, о том, чтобы мы были укусены в Царство Небесное, о том, чтобы мы бодрились, не унывали, и всегда имели желание и силу в борьбе со грехом. Сегодня, дорогие друзья, в качестве подарка, благословения, хочу вам передать очередную книгу, которая у нас вышла. Правда, пока еще не о Владыке Михея, надеюсь, она уже скоро появится, но о Владыке Иоанне и о Метрополите Гурии. Это письма Владыке Иоанна своему духовному отцу. Называется она «Дорогой и горячо любимый Владыка». Вот в этих письмах каждый из нас может поучиться в той глубине и мудрости, и преданности воли Божией, узнать о тех неприятных условиях, в которых находились наши дорогие духовные отцы, и, конечно, чуть черпать из этого примеров своей жизни, своего крестоношения и молитвенного обращения к этим великим духовным святителям. «Спасибо, Господи!» «Спасибо, Господи!» «Спасибо, Господи!» «Спасибо, Господи!» «Открою вам секрет небольшой!» «Понимаю, что у всех есть родственники, друзья, немощные, страждущие, алчущие, и, конечно, кто-то обязательно отдаст книжечку читать другим. Но скоро будет День памяти Владыка Иоанна Венглана. Юбилейная дата 25 марта. И вот в этот день и в этот вечер священный мы будем вспоминать особо нашего дорогого Петропольда Иоанна, и эти книжечки будем тоже уже раздавать более обильно. Но сегодня кто потрудился, кто помолился, кто-то получил вне очереди. Субтитры сделал DimaTorzok